Актовая неделя стартовала в Елабургском институте КФУ. Открыл череду событий, посвященных 119-летию Елабургского института и 123-летию Казанского федерального университета. Круглый стол для первокурсников. Студенты ближе познакомились со страницами истории Елабургского института, наследника, основанного в 1898 году, епархиального женского училища. Сегодня врус часть Казанского федерального университета, лидера мировых рейтингов в науке и образовании. В 1804 году, в ноябре, 5 ноября, был подписан приказ российского императора о создании императорского университета в Казани. Вот с этого времени актовые дни университета отмечаются в ноябре. Поэтому вся эта неделя будет посвящена, она у нас такая нарядная, торжественная, это день рождения нашего университета и нашего института. Это очень важно донести до наших студентов, до молодежи, чтобы поднять их уровень патриотизма, чтобы они воспитать не то, что сейчас президент на самом высоком уровне называют гражданской идентичностью. Именно такие уроки, которые сегодня мы проводим в студенческих аудиториях, во время экскурсии в музеях, они воспитывают наших студентов. Вторая часть представленных студентами-старшекурсниками докладов круглого стола была посвящена личности Дмитрия Ивановича Стахеева, писателя, памятник которому установлен в центре университетской площади. Это единственный купец из династии Стахеевых, который отказался заниматься коммерческой деятельностью и направил все свои творческие силы на то, чтобы стать писателем и как-то обогатить художественную литературу. И это, естественно, у него получилось. Его творческое наследие очень многогранно, интересно. Интересны взгляды на жизнь и творчество русских классиков. Он в первую очередь всегда замечал человеческие качества в этих людях, а не воображал их какими-то великими писателями. И поэтому каждый студент может познакомиться с его творчеством в наших библиотеках. Я думаю, это будет полезно каждому. Вся актовая неделя будет наполнена яркими, интересными встречами, акциями, конкурсами, посвященными именинам «Альма-Матер». Самым масштабным событием станут восьмые международные стахеевские чтения, которые 16-17 ноября соберут ученых-исследователей России и зарубежья, а также потомков древнего купеческого рода. Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, пресс-служба Илабужского института КФУ.